Вот такое ЧП на пруду прорвало дамбу, дороги нет. В небольшом поселке в 15 километрах от Кушвы горная речка, вспучившись после ливней, снесла мост через Березовку, речку, впадающую в Косьбу. На пруду прорвало дамбу и дороги больше нет, утверждали жители поселка, собирая на берегу неожиданный улов. В России сбежали, что по дороге плавают. Надо идти собирать хоть кошака. ЧП приключилось в поселке, который местные называют азиаткой, а на карте он обозначен как азиатская. С точки зрения русской грамматики это совершеннейший оксюморон. Стилистическая ошибка и топонимический парадокс. Впрочем, вполне объяснимый. Если знать, что этот пристанционный поселок появился в конце 19 века при строительстве горнозаводской железной дороги в 90-х от крупного лесозагодовительного пункта Гороблагодатского леспромхоза в Азиатской остался небольшой участок, а поселок в качестве наследия получил ДК, школу, церковь, детсад и несколько магазинов, а также почту. Местные жители в основном пенсионеры, а большинство домов превратились в поселки в дачи тагильчан. Этот краткий экскурс в прошлое и настоящее азиатской был необходим, чтобы понять, чего после размыва дамбы лишился бывший поселок лесорубов. Вопреки людским опасениям, по сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, разрушенный мост не был автомобильным, он использовался как пешеходный. Жилые дома в низине не затоплены, на жизнь поселка смытый мост никак не повлияет. Для местных жителей есть пути объезда. Правда, люди опасаются, что и они со дня на день тоже будут размыты. Сегодня на разрушенной дамбе побывали чиновники муниципалитета и на месте решали, кто виноват и что делать. В ответ на первый извечный русский вопрос в соцсетях, в комментах кое-кто из злоязычных уточнил, несколько, конечно же, во всем бобры виноваты, а более сердобольные, по-доброму, но на словах, переживали за местный люд, с тревогой предполагая, что еще с неделю таких дождей и азиатка уплывет вместе с карасями.